Ну что ж, привет, друзья! Сегодня с вами опять выпуск раскадровки, программный выпуск. Мы сегодня поговорим о своих планах, о том, что мы уже сделали, о том, что нам задумывалось еще сделать, обсудим вместе с вами, хотим тоже какую-то обратную связь от вас получить. И сегодня с вами мы, постоянные ведущие проекта «Раскадровка» Людмила Александрова и Алексей Власихин. Итак, еще раз, сегодня мы хотим, во-первых, презентовать вам наш масштабный проект «100 духовно значимых фильмов». Мы о нем уже писали в своих пабликах и ВКонтакте, и в Фейсбуке, но если вдруг вы пропустили эту новость, то, пожалуйста, проходите в наши группы, и там вы сможете увидеть весь этот список, во всем его величии и великолепии. Что это такое? Пару слов об этом скажем. Да. Это мы, нам постоянно писали, часто, всех спрашивают, всех, кто более-менее говорит о кино, часто спрашивают, порекомендуйте какие-то фильмы. Давайте мы, есть ли у вас какой-то список самых любимых фильмов. Мы мучились, думали, и то ли в силу природной скромности, то ли по каким-то другим причинам, мы как-то свой собственный список решили пока не предъявлять человечеству. Отложить. Да. Вот. Но, порывшись, поискавши, мы нашли близкий нам по духу и интересный с точки зрения какого-то вызова, в том числе такого зрительского, список, который составили представители сообщества Arts and Faith, близкие нам по убеждениям люди, то есть это кинокритики, вообще критики области искусства, которые при этом являются людьми верующими, которые являются христианами, и вот пытаются именно через призму христианской традиции, христианского мировоззрения посмотреть на вообще искусство вообще и на кинематограф в частности. И вот они на протяжении нескольких лет составляют и обновляют такой список, они называют его на русский как-то по-другому, более художественно мне не удалось перевести, по крайней мере, 100, там я сперучил их significant movies. Вот мы тоже решили примерно так и оставить название, как оно есть в оригинале, хотя слово духовное, оно как-то очень по-разному иногда понимается. О чем здесь речь идет? Это 100 фильмов, которые с точки зрения представителей этого сообщества поднимают темы смысла жизни, какого-то нашего поиска истины, красоты, поиска Бога. Эти фильмы, которые оказали на них самих какое-то глубокое впечатление. И они там методом всяких голосований вот этот список составили и его с некоторой периодичностью обновляют. Да, и список для нас вообще не новый, 25% как раз мы посмотрели и обсудили уже фильмы, которые действительно нам нравятся и нам кажется важными оказались в этом списке. Вот Раскадровка сама эти фильмы обсуждала. То есть часть, буквально четвертая часть этого списка нам оказалась знакомой и мы с ними согласились. Да, тебе больше. Я имею в виду Раскадровку как проект, обсуждения уже существующие. А большая часть там, некоторые вообще незнакомы, очень интересные фильмы. И для нас в какой-то степени это вызов тоже. Во-первых, такой путь пройти длинный в 100 фильмов. А во-вторых, посмотреть и познакомиться с разными режиссерами. И даже фильмы, которые сняты там довольно давно, не суперсовременные. И расширить свою, что ли, ну такую палитру режиссеров, фильмов и так далее. Да, мы воспринимаем его как личный вызов, как возможность тоже. В чем польза любого списка, ну, по крайней мере, хорошо составленного в том, что он тебя знакомит с какими-то фильмами, с какими-то произведениями, которые ты, во-первых, не смотрел. Во-вторых, в мирное время вряд ли бы и посмотрел. Да, может быть, как-то не дошли бы, ну какие-то, все равно объективно сейчас такой объем всего выходит на киноэкраны уже, на телеэкраны, да что там в интернете уже, да, сейчас уже как только люди фильмы не смотрят, что неизбежно ты пропускаешь что-то. И вот мы решили, что это такая хорошая возможность, в том числе для нас самих, посмотреть фильмы, которые мы, может быть, так бы и не увидели. И решили, что это будет хороший такой совместный опыт. Мы приглашаем вас, друзья, да, чтобы вы к нам присоединялись, тоже смотрели эти фильмы. И плюс к этому, может быть, мы все-таки в итоге потом какой-то еще свой списочек составим. Да, пока мы сейчас обсуждаем, если вы нас смотрите, мы будем рассказывать, какие фильмы уже посмотрели в рамках этого проекта. Чуть-чуть пробежимся, все они есть у нас в группе ВКонтакте, в Фейсбуке. И есть полный список одним постом этих ста фильмов. Но нам интересна вот такая странная формулировка «духовно значимый фильм». Мы немножко объяснили, что это означает для авторов списка и для нас. Но что вы сами вкладываете в такое понятие и напишите, какой для вас духовно значимый фильм и почему. Почему именно под эту формулировку вы этот фильм адресуете. И посмотрим, есть ли он в списке, но это не так важно, сколько интересно. Как вы сами понимаете, это довольно странное определение, но интересное определение. Да, и может быть, если ваш список не совпадает с тем списком, который мы опубликовали, то, может, со временем мы и добавим, доберемся и вместе тоже поговорим о тех фильмах, которые важны и значимы для вас. А там, вот в этих ста фильмах, о которых мы планируем поговорить в ближайшее время, а это будет достаточно длинный промежуток времени, потому что 100 фильмов, это, в общем, даже если так регулярно делать раз в неделю, то это пару лет, да, как минимум. А там ведь есть еще какие-то новинки, что-то будем обсуждать и так, внепланово. Там на первом месте слово Дрейра, там есть такие… Андрей Рублев. Андрей Рублев там есть, есть дневник сельского… Список Шиндлера. Брессона, да, список Шиндлера и так далее, да, то есть здесь много очень всяких там фильмов и более известных, менее известных, классика, какие-то фильмы, наоборот, достаточно, может быть, редкие и даже где-то, на первый взгляд, экзотические. Есть анимация, есть документальные фильмы, анимация «Чудо-творец», например, мультик, документальные фильмы, например, «Внутренняя работа». То есть есть… Акт убийства. Да. Даже балет есть один, по-моему. Ну, как минимум один. Скоро доберемся, кстати, до него, да. Да, скоро он будет у нас. Это один из таких классических тоже… Фильм-концерт есть, Аретта Франклин, «Амейзинг Грейс», да, это концерт. Да, да. То есть самые разные жанры, это вообще прям увлекательно и интересно. Да, и тут еще, конечно, тут можно сразу сказать, да как, что у Тарковского взяли только Андрея Рублева. Ну да, принцип этого списка состоит в том, что от одного режиссера только один фильм. Ну, чтобы, наверное, максимально широко представить то, что есть в современном кинематографе. Да, и мы уже какое-то время назад стартанули. Вот. Но о тех фильмах, которые мы уже обсуждали, мы, наверное, поговорим во второй части передачи. Вот, а в начале как раз мы поговорим о, получается, седьмом у нас снизу. Мы идем с конца, да. Мы идем с сотого фильма. Вот седьмой фильм, это фильм «Тимбукту» мавританского режиссера Абдрахмана Сисаку. Не гарантируем правильность ударения. Ладно, фильм 2014 года, это как раз вот из-за разряда тех фильмов, которые, наверное, бы как-то необязательно бы в нас попали, хотя он... Хотя он получил множество французских премий, кинопремий «Сезар» в частности, и был номинирован в этом году, в 2014, на «Оскар». Соревновался, кстати, с нашим Левиафаном Звегинцевым. А сам режиссер учился во ВГИКе. Это бесполезная информация, но интересно. Да, и первый фильм он снял, по-моему, где-то в какой-то из наших среднеазиатских республик. По-моему, называется «Ростов и какой-то африканский город». Ну, типа, про себя немножко, док какой-то, да. То есть, это африканец, который учился вот у нас во ВГИКе на режиссерских курсах. Да, ну, в общем, такой, с одной стороны, фильм вроде бы действительно попал в фокус внимания, с другой стороны, когда ты там произносишь мавританский режиссер, ну, кажется, как-то это, ну, экзотика. Да, экзотика, наверное, для, ну, по крайней мере, для меня. И пока мы не начали обсуждать именно сюжет, хочется обсудить картинку, да, такая экзотика, что хочется в кинотеатр пойти, да, на этот фильм. Именно просто посмотреть вот виды этого города, Тимбукту, который в Мали, да, находится. Да, в городе Мали. Это просто какое-то такое путешествие, это какой-то немножко national geographic, с точки зрения пейзажей, вообще, кочевой народ. Туареги там, домов, такие мазанки, глиняные дома или какие они. Вот, это совершенно как будто другое измерение, это такие пейзажи, пустыня, кочевое племя, то, что они носят, одежда, их цвета, ну, все так интересно. Хорошо, мы сразу переходим к обсуждению фильма. Я хотела сказать важную вещь, да, что раскадровка – это некоммерческий проект, который целиком и полностью опирается на единомышленников. Вы наши единомышленники в том плане, что мы вместе с вами задумываем какие-то проекты, как 100 духовно значимых фильмов. И очень опираемся на ваше мнение, когда делаем подкасты и обсуждения, нам оно важно. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши вопросы и за живое участие. Мы вместе с вами уже и делали и рождественские фильмы выбирали, и разные другие. Вы очень живо всегда реагируете. Спасибо вам за поддержку. И в этом пути 100 духовно значимых фильмов мы тоже опираемся на вас в плане лайков, комментариев, вопросов, мнений. Но также хочется подчеркнуть, что нам нужна и важна ваша финансовая поддержка. Поэтому, если вы хотите нас поддержать, поддержите наши планы, наши начинания. Перейдите по ссылке в описании. Мы будем искренне рады любому вашему участию. Да, спасибо большое. Итак, Тимбукту. Тимбукту, да. Значит, еще действие фильма происходит примерно, а может быть не примерно, в 2012 году, вот в этом городке африканском, в Малийском, Тимбукту, или правильно сейчас говорят, утвержденное название, там по-разному можно произносить, Томбукту. В 2012 году в Мали, в частности в этом городке, к власти пришли религиозные экстремисты, да, вот исламского толка, и установили там, ну, значит, жесткие правила жизни, там, по такому, по специфическому толкованию законов шариата. И это привело к различным трагическим событиям в этом городе. Вообще, я, значит, когда готовился сейчас, я как-то, я вначале посмотрел фильм, и месту, скорее, географии, того, где это все происходит, какого-то большого внимания вначале не уделил. Да, выглядит это действительно интересно, это, ну, мир такой совершенно другой по отношению к нам, другое устройство жизни, да, ну, вообще там пустыня, это Супсахара, да, то есть это как раз вот люди, привыкшие жить в пустыне, в песках, в совершенно других жизненных условиях. Один из героев главных этого фильма живет в шатрах. Да, Торек, да, Торек, да. Шатре, да, на песке. И, собственно говоря, вот этот сам город, он очень интересно сделан, вот эти конструкции, их называют глинобитными, да, вот в 1989 году, я тут прочитал, вот эти здания глинобитные в центре города были поставлены под охрану ЮНЕСКО, как памятник всемирного наследия. И плюс к этому еще, я опять тоже узнал, уже вот готовясь к эфиру, что в этом, этот город с очень богатой историей, его расцвет пришелся где-то на XIV век, и там одна из огромнейших библиотек, там несколько суден, как минимум 100 тысяч, ну, около 100 тысяч больше различных свитков, там, арабских и древнегреческих даже еще. И вот как раз, когда исламские радикавы пришли к власти в 2012 году, то, к сожалению, они попытались и вот эту библиотеку как-то уничтожить, ее чудом спасли, как-то спрятали ее, те, кто там находился. И некоторые здания исторические тоже были повреждены. То есть, когда их выбивали из города, они вот из, в принципе, не знаю, то ли отомстить, то ли вредности, в общем, какие-то исторические памятники повредили. Но в целом, вроде бы, городу как-то удалось выжить, удалось сохраниться. А влияние этого города, опять же, если верить в Википедии, то говорит следующая африканская мусульманская поговорка. «Соль прибывает с севера, золото с юга, а слово Божье и мудрость – из Тимбукту». То есть, такой маленький городок. Он сейчас маленький, порядка 20 тысяч населения, но когда-то он был одним из крупных центров, видимо, там проходили какие-то торговые пути, шедшие через пустыню, и на север Африки, или на юг, в центре Африки. И там очень важно, что там была огромная библиотека и центр духовного образования мусульманский. То есть, там была определенная школа толкователей и так далее. То есть, это был такой университетский, можно сказать, центр средневекового мусульманского африканского мира. Да, я читала, что они все образованные, вернее, женщины у них точно образованные, учатся письменности, ну и чтению, и там образование. И они много поют, сочиняют песен, да, духовных, какие-то духовные песни. Это то, что для них было важно, то, чем они занимались. Почти во всех домах есть музыкальные инструменты. Вот, ну, действительно такое вот интересное место. С одной стороны, кочевники, которые, у них земледелие основное, основные род занятий. И вот они пастухи, коров пасут и другой, там, кос и так далее. А с другой стороны, да, вот в этом фильме тоже показано, они до того, как пришли, вот эта банда пришла, да, к ним, пели много-много, как-то разговаривали, да, вот какое-то такое... Ну, скажем так, то есть этот город, он, очевидно, такое культурное значение большое играл всегда. И вот здесь, я так понимаю, что это важно, почему мы эти, казалось бы, исторические знания здесь озвучиваем. Потому что в самом фильме центральное место занимает вот этот конфликт между такой суровой радикальной религиозностью и каким-то совершенно другим, более, ну, если скажем так, открытым, щедрым укладом жизни, который, с одной стороны, исламский, да, мусульманский, с другой стороны, уже, ну, как-то органично впитывающий в себя и местную, какие-то традиционную... Ну, да, мужики, которые приехали, маленькая банда, ну, буквально банда с автоматами, ну, это банда... Ну, маленькие, это фильмы выглядят тогда, да, фильмы выглядят, да, вполне себе. Да, с автоматами, с транспортом, они исповедуют ислам, и те, кого они проботили, да, для которых религиозные, вот эти законы, тоже исповедуют ислам, то есть там нет борьбы религий, есть просто разные понимания. Да, борьба толкования, да, внутри одной религии, то есть более такого открытого и, ну, как-то милосердного взгляда на природу религии, и такого более сурового, законческого... Один из самых интересных тоже героев второго плана, это как раз Мула, да, вот этой церкви, в этом городке, который... Мечети. Да, ой, мечети в городке, который, ну, как-то... Пытается достучаться, да. Пытается вразумить, да, вот этих бандитов, как-то с ними разговаривать. Я не знаю, тут видишь, вот ты используешь слово «бандиты», оно там, в данном случае, конечно, такое ярко выраженное, оценочное значение имеет, да, то есть они действительно, по фильму, мы видим, приносят очень жесткий такой уклад жизни, да, очень жесткий, консервативный. Но они добиваются следования этому укладу при помощи запугивания. Да, я даже назову не консервативный, а скорее радикальный, да, радикальный уклад жизни. Тут, видишь, что важно, конечно, мы всех перипетий, которые стоят за конкретными историческими событиями, не знаем, да, и действительно, очень трудно судить по художественному фильму о том, какая реальная там борьба происходила, что за этим стоят, потому что там, конечно, этнические конфликты, судя по всему, сложные, непростые. И потом, видишь, скажем, при всех каких-то красивостях и, ну, интересной истории рассказанной, драматической истории рассказанной в этом фильме, все-таки нужно сказать, что зачастую подача современными европейскими режиссерами, а здесь хотя режиссер и мавританец, ну, в такой западной традиции выросший, да, подача вот этих радикальных групп как-то, ну, несколько карикатурно. Происходит, да, происходит такое некое упрощение, потому что зачастую, если посмотреть на реальные исторические процессы, видишь, просто показать их какими-то дурачками, вот такими, которые откуда-то там пришли, да, невесть откуда, это, ну, все-таки карикатуризация, и тем самым вот этот карикатурный образ мешает нам пониманию реальных мотивов, которые двигают этими людьми. Да, но это художественное высказание в данном случае, и, конечно, здесь вот эти люди, которые захватили власть, они показаны такими суровыми, малообразованными, да, и при этом лицемерами, они запрещают курить, сами курят, запрещают футбол, сами являются заядлыми болельщиками футбольными и так далее. Да, там сами говорят о строгости каких-то законов семейной жизни, а ходят к проституткам, ну, в общем... И крадут девушек, да, без суда и следствия. Ну, в общем, это все как-то очень, да, здесь, даже просто, да, так вот, прямолее напоказано. Прошло зло, в общем, да, и зло – это давать оптать невинных граждан. Да, да, итак, собственно говоря, главный какой-то конфликт, который здесь показан, это конфликт между какой-то живой культурной традицией и какой-то суровой религиозностью, которая пытается ее подавить. Я думаю, кстати, это одна из причин, почему европейцам многим этим фильмам хорошо зашел, да, потому что вот французам, да, с их какой-то традицией антирелигиозность. Опять же, здесь вот, мне кажется, есть некое зерно такое упрощение, но в целом, да, в целом фильм, он снят, он действительно красиво, да, он действительно показывает какие-то аспекты жизни людей, которых мы так в мирной обстановке нигде не увидим, нигде о них не узнаем. Там действительно какая-то красивая, другая, загадочная жизнь, люди, живущие в совершенно других условиях, но в чем-то очень, при этом, похожие на нас все равно, да. Вот, итак, еще раз, да, здесь вот приходят эти суровые религиозные люди, которые навязывают какие-то абсурдные запреты, ну, там, среди этих запретов, скажем, женщины должны ходить постоянно в перчатках. То есть, нет, да, ни кусочка тела не должно быть видно, кроме глаз, да, получается? Нет, просто дело в том, что вообще, насколько я знаю, вот, исламские правила, шариат, он не предписывает, например, закрывать полностью лицо, да, там, те же перчатки, в которых они находятся, он тоже не предписывает. Да, они истолковали уж очень прямо... Это сочетание каких-то вот исламских требований с какими-то местными традициями и в отношении людей, живущих в определенных условиях, это вообще выглядит как-то, ну, несколько нелепо, да. Они запрещают, там, музыку, всякую любую, там, запрещают футбол, запрещают спорт. Потому что футбол, ну, все это идет из Европы, развращает, западная. Ну, музыка, видимо, потому что она... Как-то радостная. Да, ну, как-то, может, не несет каких-то религиозных мотивов, да. Ну, и там есть в этом фильме один из показательных моментов, когда один парнишка, который читал рэп, а теперь вот он тоже является частью этой армии радикальных мусульман, он должен на видеокамеру записать, вот почему он отказался от своего прежнего образа жизни в пользу нового. И мы видим, что ему там это не удается, не получается. Сформулировать не может, да. Мне почему-то, говоря о, так сказать, актуальности повестки, почему мне запомнился именно этот момент с запретом рэпа, потому что недавно один из наших, так сказать, публичных деятелей тоже вот призвал рэперов чуть ли не сажать в тюрьму, да. Это кажется, что вот эти какие-то, не знаю, абсурдные лицемерные моралистические какие-то установки, они воспроизводятся вне зависимости от культуры, да, и какого-то, не знаю, исторического конъекста, выплывают друг наружу и становятся чем-то подавляющим, да, подавляющим жизнь людей. И также здесь, конечно, вот весь этот набор, да, здесь мы видим весь набор суровых религиозных этих требований, запретов и злоупотребления той властью, в том числе и религиозной властью. В частности, вот опять же, один из эпизодов, когда один из этих джихадистов, он решает, по сути дела, насильно женить на себе одну из местных девушек. То есть, по сути дела, ее желания в этом не учитываются. По большому счету, мы сейчас вот говорим о наборе действий, которые там происходят, хотя в этом фильме есть и сюжет, да, который строится вот вокруг семьи Туарегов, да, там Кидан со своей женой Сатимой, дочерью Тойей, вот они живут в этой своей палатке, да, и вроде бы у них тоже какая-то своя жизнь. Ну, происходит там трагедия, он случайно убивает одного из жителей своего городка, там, в какой-то нелепой драке, совершенно случайно, и поэтому должен подвернуться смертной казни. Но мне кажется, что основная, пожалуй, ну, что ли, сила этого фильма, как раз, я бы сказал, что у него с основной сюжетной линией не очень хорошо. Она как-то теряется во множестве вот этих подсюжетов, под эпизодов. Это скорее такая зарисовка, калаш того, как выглядит этот исторический культурный город под властью, в данном случае, вот таких радикальных религиозников, да. Что с ними там происходит? Ну, еще это вот, мне показалось, что это не просто радикальные религиозники, а люди, которые живут на войне. То есть, когда ты живешь на войне, тебе сложно представлять свое будущее, и ты такой собран, да, и какую-то музыку будешь слушать, если тебе надо бить кого-то там, ну, в смысле, сражаться с кем-то, кто-то вот там, твой враг, или подчинять, или удерживать какое-то место, да. Конечно, тебе тут, и это люди какой-то такой войной живущие, как бы не то, чтобы, они как будто бы с собой приносят, и они очень странно на своих мотоциклах и джипах смотрятся вообще в пейзаже пустыни. Вот люди, которые там живут, они смотрятся органично, красиво, а эти своими мотоциклами очень странно смотрятся, как какие-то пришельцы, да, хотя они, ну, часть из них местные там жители. Вот, и это вот еще такое столкновение мировоззрений, как военного и такого мирного, да, когда ты живешь со своей семьей, когда вот на одном месте со своими соседями община, а эти люди, они потеряли родных, когда ушли, а у них где-то дети непонятно где растут, не возьмешь же их на войну, да. Это люди, вырвавшие себя с корнями ради того, чтобы жить на войне, на какой-то у тебя в голове вот какая-то война, да, и вот эта вот их инвалидность такая нравственная, она очень показана, то есть это люди, несущие в себе не веру, а скорее такую пустоту, да, как бы, которая пришла из-за того, что они выбрали такой способ жить, воевать постоянно, да, и это очень контрастно показано, ну, в этом фильме. Да, хотя опять же здесь нужно сказать, что есть искушение этот фильм увидеть как некую критику конкретно именно радикального ислама, да, именно такого вот ваххабистского такого толка, но, впрочем, справедливости ради надо сказать, что вот такого рода радикальность, как ты совершенно справедливо заметила, милитаристского такого типа, такая война против всего ради какой-то светлой идеи, она бывает не только по поводу религиозных идей, 20 век как раз показал, что это может быть идея нации, это может быть идея, там, не знаю, классовой борьбы, как было, в общем-то, в нашей стране, в Советском Союзе, когда тоже разрушались храмы, когда какие-то произведения искусства гибли, потому что они не соответствовали, вот какой-то, да, мне тоже какой-то такой своеобразный, новый, такой суровый аскетизм, который подчинял своим требованиям все, все проявления жизни, все, что сюда вот идеологически не вписывалось, тоже, тоже становилось чем-то запретным. Я вот, когда смотрел этот фильм, вспомнил, знаешь, я, когда был подростком, занимался там, восточными единоборствами, и узнал для себя, к определенным удивлением, что люди, которые хотели, например, заниматься карате в Советском Союзе, были мучениками, всегда было запрещено, то есть карате запрещено было заниматься, поэтому те, кто хотел заниматься этим видом спорта, они, ну, действительно, вот должны были подпольно заниматься. Также то же самое, что, как и люди, которые хотели слушать, например, там, рок-музыку, там, джаз еще до этого, какие-то, даже, не знаю, ну, там, носить джинсы, да, расклешенные и так далее, то есть вот все то, что не вписывалось вот в общий портрет советского человека, все это было запрещено, и люди, по сути дела, ну, из-за каких-то совершенно невинных вещей становились мучениками, да, становились изгоями, их подавляли. Поэтому вот эти механизмы, и, кстати, и вполне не во имя какой-то религиозной идеи, а вполне себе во имя прогресса, там, и науки процветания, да, то есть какой-то идеологии, то есть эти вещи, они не носят сугубо религиозный характер. Я думаю, что важно, наверное, как-то избежать этого искушения, когда ты смотришь вот этот пример, тем более, как мне все-таки кажется, что взгляд режиссера в данном случае, ну, несколько утрированный и упрощающий, несмотря на все прочие сильные стороны этого фильма. И, конечно, особо, пожалуй, то, что в нем касается, и, наверное, та причина, почему его и включили в этот список 100 духовных значимых фильмов, ну, я думаю, причина номер один, это потому что, собственно говоря, внутри любой религиозной традиции, христианство, в частности, критика вот такой убивающей религиозности занимает важное место. Да, главный, главный объект критики, скажем, Иисуса Христа в Евангелиях — это фарисеи, вот те самые люди, которые тоже пытались увидеть религию как какие-то правила без милосердия, без, ну, какого-то подлинного человеколюбия, да, просто правила, которые, правила, которые убивают и порабощают людей. И вторая причина состоит в том, что здесь показана как-то сила, ну, как-то человеческого духа, который сопротивляется вот этой, ну, мертвящей какой-то обрядности. Это такой очень тихий, мирный такой протест, практически бессловесный протест шепотом, что ты, да, можешь сделать против человека, против людей с автоматами, да, но при этом ты можешь петь, когда тебя бьют, там, например. Да, вот есть одна сцена, где девушку бьют за то, что она пела у себя дома, и пока ее бьют, наносят ей 40 ударов, там, 40 плюс 40, да, 40 за то, что пела, 40 за то, что сидела в одной комнате с мужчинами. Она начинает петь, потому что это единственный способ ее, ну, какого-то побега, спасения, сопротивления в этой ситуации. Или один из тоже, наверное, визуально мощнейших таких моментов фильма, там тоже, так как запрещено играть в футбол, то ребята играют в футбол без мяча. Там целый матч проходит вот этих ребят, которые бегают, но мяча у них нет, и как только подъезжает, так сказать, вот мотоцикл с этими сторонниками радикализма, вот с такой полицией нравов, они, так сказать, как-то делают вид, что просто делают разбегу. Ну, там вот это интересно, смотреть, как они, ну, радуются, они радуются самой идеей того, что они таким образом такую, как бы, кукиш показывают, вот вся эта ситуация. Да, или там есть совершенно замечательный персонаж, сумасшедшая такая, которая вообще блевала на любые правила, и что с ней взять, как ее судить, если она ничего не понимает. Ну, как бы, да. Ну, вроде бы, городская дурочка, вроде бы. Да, у нее нет ни дома, ничего, она такая, она уличная, живет на улице. Гаитянка. Да, она просто, никакие, естественно, не носит ни перчатки, ничего, ходит с непокрытой головой, с яркой одеждой, и тем самым, а они в таком, понятно, они в хаке, в цветах хаки, сами. Ну, в песчаных цветах, да, да, ну, как бы, которые позволяют им, ну, суровая одноцветная форма одежды. Вот, она просто самим своим видом постоянно их провоцирует, да, она очень яркая, с каких-то перьях, с какими-то петухами на руках. Ну, такой, да, смеш... Кстати, там женщины гораздо больше отпора дают вот им своим таким способом, да, вот как эта сумасшедшая, или как девушка, которая петь начинает, или как торговка рыбой, которая говорит, ну, вы издеваетесь, как я могу вообще очистить рыбу в перчатках? Это ерунда полная, да, просто не то чтобы... Она как-то как соседка с ними ругается, да, что за ерунда, да, и в сердцах там, видите меня, куда хотите уже, достали. Вот, да, такое какое-то очень интересное, такое женская форма сопротивления. Да, поэтому фильм, он полон и каких-то трагичных моментов, и каких-то проявлениях, ну, свободы подлинной, человеческого духа. Недаром фильм начинается с образа Лани, которая бежит по пустыне, и за ней гонятся вот эти, ну, скажем, условно, охотники с автоматами, да, пытаясь загнать ее. И она мчится по вот этой пустыне, воплощая в себе какой-то дух свободолюбия тех людей, которые живут там. И в фильме нет никаких легких ответов, нет даже какого-то хэппи-энда, да, по большому счету. Скорее, его можно смотреть фильм как, ну, некую трагедию, как катастрофу, происходящую в жизни людей. Ну, вот эти вот моменты какой-то поэтической свободы, проявления силы человеческого духа, это то, что оставляет при этом ощущение, ну, какого-то торжества, да, преодоления. Ну, вот один из примеров фильма из нашего списка, да, этих 100 духовных фильмов, тоже посмотрите для себя. Если будет возможность, посмотрите его, ну, как-то постарайтесь, наверное, с субтитрами, там вот на русский нет никакого нормального официального перевода, да, и тут, наверное, важна... Там на нескольких языках говорят в фильме, и поэтому... Я не знаю, есть, будет где-то возможность у кого-то в кинотеатре, наверное, я думаю, что это не стоит надеяться, и даже в каком-то хорошем, скорее, там, блюре-издании тоже, к сожалению, наверное, его нет. Но фильм стоит того, чтобы его посмотреть, и это интересный взгляд на жизнь людей, живущих совершенно в другом мире, но при этом очень близких нам в их вопросах, в их поиске, в их стремлении к свободе, к радости. Еще раз напомним, что фильм «Тимбукту» — это часть нашего большого проекта «100 духовно значимых фильмов». Пишите в комментариях, какой фильм является для вас духовно значимый, подходит под это определение, посмотрим, есть ли он в списке, в котором мы двигаемся, а если нет, может быть, и добавим. И напомним, что вот этот проект «100 духовно значимых фильмов» — очень большое, важное событие, приключение для нас с Алексеем. Мы вкладываем сюда много ресурсов, много сил, готовимся, смотрим эти фильмы и думаем, очень хотим дойти до конца. И видим, что этот проект понравился и вам, уже вышло 6 подкастов, мы получили лайки, вопросы, комментарии. Спасибо вам большое за поддержку, за то, что встретили этот проект, приняли его, и вместе с нами, мы надеемся, смотрите эти фильмы. У нас есть еще грандиозные планы на этот проект, не просто дойти до конца, это важно, конечно, большой план — это дойти до сотого, до первого фильма, это два года, как примерно посчитал Алексей. Мы также хотим сделать и видео-версию этого проекта, для того, чтобы проект смогли увидеть, услышать люди, которые смотрят именно видео, например, на Ютубе. Поэтому просим вас, поддержите наши планы, перейдите по ссылке в описании. Мы хотим, чтобы о нашем проекте узнало как можно большее количество людей. Будем искренне рады вашей поддержке, любой. По этой ссылке можно пожертвовать какую-то конкретную сумму или подписаться на ежемесячное пожертвование. В любом случае, ваша поддержка для нас важна очень, и мы на нее рассчитываем и будем вам очень благодарны.